Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я вместе с вами хочу распаковать вот такую вот огромнейшую коробку с сайта Shein. На самом деле, это мой первый заказ оттуда. Мне как-то одна моя зрительница тоже писала, что, Наталья, почему вы там ничего не заказываете? Вот, заказала. На самом деле, мне очень интересно. Читала много положительных отзывов, говорят, что вещи очень хорошие, и многим нравятся, многие там на постоянной основе заказывают. В общем, я тоже решила присоединиться. Вот, как всегда, все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Также промокод со скидкой тоже оставлю вам внизу в инфобоксе. Я буду распаковывать. Мне иногда пишут, что зачем мне столько одежды. Я не знаю, как вы, но у меня одежда... Я ее часто стираю, я ее часто ношу. То есть, я покупаю одежду и ношу ее на постоянной основе. То есть, нет такого, чтобы я что-то убрала и ношу. Таких вещей у меня очень мало. В основном, это, знаете, какие-то такие платья, которые, как на Новый год, например, или на какое-то мероприятие я купила какое-то платье, и вот оно у меня какое-то время висит. Но часто я, кстати, еще отдаю вещи. У меня есть сестричка. У нас с ней... Ну, она чуть-чуть повыше меня ростом. Практически одинаковая комплекция. Вот. И мы с ней меняемся иногда, как, наверное, все сестрички это делают. То есть, иногда я ей там что-то отдаю. Она, бывает, что-то... Ну, знаете, вот так всегда. Когда есть кому отдать, они... Отлично и замечательно. Для нее тоже иногда что-то заказываю. Ну, в общем, знаете, такое вот, как у всех. В общем, я тут потихонечку вскрываю коробку. Я, конечно же, покажу вам все это дело с примеркой. Единственное, что я хочу эти вещи немножечко состернуть и отпарить, отгладить, и потом уже показать. Потому что сейчас, понятно, все это дело запаковано. И, ну, вид не тот, да, хочется показать во всей красе, скажем так. Запаковано, я вам скажу, на совесть. Я взяла вот такие маленькие ножницы, надо было нож брать. У меня, кстати, вот эти коробки очень любит мой кот Леофал. Он всегда у них сидит и раздирает, а потом они у нас уходят на растопку. Это коптильня у моему мужу. Ну, и давайте я буду доставать и показывать сразу вещи, как они приходят. Вот такое вот пакетище. Кстати, вот эти пакеты тоже очень хорошие. Видите? И здесь у меня вот такая жилетка. Я заказала себе жилетку для прогулок тоже с моими собачками, в общем, с моими девчонками и мальчишками. Вот такая вот она удлиненная. У меня есть одна жилетка, но она коротенькая. И когда ветер, мне хочется, чтобы была длинная. Потому что, когда мы идем гулять, я всегда одеваюсь очень тепло. Вот такая вот. И мне понравилось, что она не глянцевая, нет, знаете, такого... Ну, она такая матовая, видите? У меня просто освещение прямо сюда сейчас. Вот. Есть кармашки. Кстати, кармашки очень глубокие. Вот. Здесь вот, видите, стойчка такая тоже, чтобы горло было закрыто. Для меня это тоже очень важно. И хорошая, кстати, мумия. Вот. Сшито все очень качественно. В общем, она такая длинная. И есть капюшончик. Тоже мне это очень важно. Потому что я мерзляк. И как раз для прогулок супер. Следующий пакет. Вот так вот все тоже запаковано. Слушайте, мне нравятся вот эти пакетики. Вот эти пакетики мне очень нравятся. Я люблю такие. О, здесь я заказала вот такую вот классную куртку коричневую. Мне в последнее время вообще нравится желтый. Такой коричневый цвет. Это все зиму я проходила в чем-то коричневом. И мне захотелось еще вот такую курточку. Смотрите, какая прикольная куртка. У нее есть вот такие манжеты. Вот здесь вот вязаные. Слушайте, ну она прям очень теплая. Я думала, что я ее буду носить весной. Смотрите, здесь еще, видите, такая вставка внутри, чтобы сюда не дуло через молнию. Вот такая вот классная курточка. Без капюшона, но мне как раз самое то. В машине ездит такая небольшая. Ну, не сильно длинная. Для машины супер. Вот. Наполнитель здесь синтетический. И это очень хорошо, потому что я их часто стираю куртки. И пух, конечно, пух перо, оно портится. И еще я заказала себе спортивный костюм. Спортивный костюмчик на флисе. Вот такого цвета. Смотрите, какой классный. Я вам говорила, да? Желтый и коричневый. Это мой фаворит. Вот такого нежного, такого беж... Нет, нежно-желтого такого цвета. Да? Очень классная. Смотрите, идут вот такие брючки. Высокая резиночка. Они достаточно плотные. Здесь, как я уже сказала, начосик вот такой вот. Вот. Можно, кстати, с этой курткой вместе. Я, наверное, вам так и примерю. И идет толстовка. Вот такая толстовка с капюшончиком. И здесь вот с кармашками. Но толстовка, она немножко укороченная. Тоже было это на сайте. В общем, вот такая вот классная. Цвет очень прикольный. Такой желтенький. В сочетании с коричневым он будет вообще супер. Следующий пакетик. Я знаю, что... Слушайте, мне нравятся вот эти пакеты. Очень удобные, кстати. В поездках куда-то, да? Вот такие на застежке. Я уже 20 раз сказала, что мне нравятся эти пакеты. Ну ладно. Я заказала вот такие брюки. Это такие широкие брюки, как из материал-вельвет. Такой с высокой талией как раз-таки. Кармашки. И к этим брюкам, ну как бы к этим брюкам, я заказала вот такой вот свитер-рок. Смотрите, какой классный. Он такой по составу. Не знаю, как по составу, но такое ощущение, что здесь хлопок, шерсть, но немножко синтетики, наверное, есть. Нет, написано 100% акрил здесь на этикеточке. В общем, вот такой вот достаточно объемный, кстати, свитер с горлышком. И, мне кажется, с брючками. Но с брючками вот этими можно и что-то светленькое, какой-то бадлончик, что-то такое. Кстати, брюки очень классные, такие достаточно плотная ткань. Тоже покажу на себе все это. Я так вещи туда складываю, но я их потом постираю и уже буду вставлять вам непосредственно примерку. Следующее у меня это платье. Платье. Вот я помню, что я заказала. Ой, слушайте, какое прикольное платье. И цвет. Ну, конечно же, куда я без такого цвета. Оно по ткани сделано, как такой вельвет, видите? Здесь идут вот такие вот на сборочке рукава. Очень прикольные. И вот такая вот получается юбка, как... Ну, такими, как валанами, да, такими. Слушайте, какое оно очень такое мягкое, приятное. Смотрите, такое вообще платьишко очень классное, мне нравится. Ну, куда я без нового платья. И, кстати, заметила, здесь сбоку есть молния. Это очень хорошо. Она, кстати, длинная туда. А то я сейчас бы одевала бы через голову, пыталась бы одеть. Вот такое вот платьице. И последняя вещь в моём заказе вот такая вот... Это тоже платье. Я очень люблю платье и дома носить, в том числе, и не только. В общем, я заказала вот такое, смотрите. Ну, в этом году, да, у меня, наверное, коричневый, жёлтый и чёрный цвет в фаворитах. Мне очень понравилось, что здесь воротничок. Слушайте, пас... Не знаю, это, наверное, тоже стопроцентный акрил. Но ткань вообще очень классная, слушайте. Да, на бирочке написано стопроцентный акрил. Но очень приятно. Я бы не сказала. Мне кажется, это тоже как хлопок с шерстью. Очень такое приятное. В общем, идёт обычное платье, как бы обычное, сшитое, вот такое прямое. Но мне очень понравился вот этот вот принт на этом платьице. Вот. И по низу идёт вот так вот. Видите, такая строчка. В общем, сейчас я всё это отглажу и покажу вам уже примерку. Ну что, все вещи мною постираны, поглажены. Я даже постирала вот эту куртку, которую вы сейчас смотрите на мне. И жилетку в том числе. Решила постирать и посмотреть, что будет с вещами. Всё хорошо, всё отлично. Вот этот вот наполнитель, который здесь есть, это синтепон. Он не скатался ничего. Вот она как пушистая была, когда ко мне пришла. Да, такая объёмная. Так она так и осталась. Смотрите, куртка. Вот такие идут манжеты. У меня рост метр шестьдесят пять. Вот такая вот она. Я думаю, что она достаточно тёплая. И я думаю, что она даже такая, ну, до минус пяти так точно. Больше минус пяти я бы не стала, потому что она коротенькая. То есть уже когда минус десять, минус пятнадцать, всё-таки нужно что-то подлиннее, на мой взгляд. Вот. Нет капюшона у неё, просто воротник стойка. И, соответственно, она закрывается на молнию. И здесь ещё вот такая вот вставочка, чтобы, ну, не продувала. Я это так называю. Достаточно глубокие карманы поместятся сюда. И телефон в том числе, и ключи. В общем, всё, что нужно. И костюм вот этот вот получается. Вот так вот он выглядит. Укороченная кофта у неё. То есть кофта идёт где-то до талии. Но сами брюки с высокой талии. И, соответственно, вот кармашки очень глубокие. Тоже рост метр шестьдесят пять. Мне кажется, до метр семидесяти можно. Видите, у меня там складочка немножко. Вот. На флисике тёплый костюм. И вот так вот всё это смотрится. Вот так я и планировала носить. Это мои кроссовки. Я их покупала. Не помню уже когда. Такие коричневые. И вот так вот. Мне кажется, вообще супер. Я обожаю такой стиль. Что-то подобное. Здесь тоже идёт карман. Вот такой. В общем, классный. Вот костюмчик очень приятный. Конечно, флисовый костюм. Светленький костюм. Он будет немножечко расширять. Но в области бёдер мне как раз это, в принципе, и нужно. Вот. Так что вот такой вот получается. Он мне даже достаточно свободный. Резинка здесь. Вон, видите, какая широкая. Она не жмёт. То есть не давит ничего. Вот костюм очень комфортный. Ну и куртка, соответственно. Куртка мне вообще очень нравится. Видите, она такая прям. И вот эта вот ткань, она чем-то напоминает типа эко-кожей или что-то в этом духе. Но такая, правда, тоненькая. Вот. Так что супер. Сейчас сниму, покажу костюм. И вот так вот выглядит сам костюм. Рукав достаточно длинный. То есть кофта укороченная. Но это видно на фотографии было. То есть это не то, что там для меня удивление какой-то. Капюшон достаточно глубокий. С учётом того, что там у меня волосы. Мои в пучке. Вот то. Как раз самое то. Вот. И в капюшончике тоже есть флиз. Но флиз такой небольшой. То есть... Ну вот как раз весной. Вообще отлично будет. С кроссовочками. Супер. Вот так вот выглядит. То есть штанишки такие достаточно свободные. Кофточка тоже достаточно свободная. Мне, кстати, это очень понравилось. То, что не в облипочку. Я переживала, что будет всё такое обтягивающее. Нет. Кажется, здесь как раз-таки такие европейские размеры. То есть вообще класс. Сразу на этот костюм одела вот эту жилетку, которую я взяла для прогулок с девчонками. Тоже карманы достаточно глубокие. Сюда поместится у меня телефон как раз ключи от дома. Вот. Так что то, что мне нужно. То есть это просто обычный прямой жилет матовый на такой удлинённый получается. Здесь вратник, но я уже не стал застёгивать. Получается вот так вот стойкой. И плюс ещё вот такой вот достаточно объёмный капюшон. Капюшон не отстёгивается. Он так и есть. Так и останется. Так что супер. И вот в расстёгнутом виде. Молния тоже очень хорошая, добротная. Вот молния какая. Смотрите, видите. То есть она очень хорошая. Не какая-нибудь там тоненькая такая, а хорошая молния. Вообще жилетка очень тёплая. Вот по ощущениям. По крайней мере сейчас. Но я буду ходить весной с ней. Вот. Так же вот. Сейчас я выпрямлю. Так же на спортивный костюм. Ну, разные. В основном я чёрные одеваю, когда иду с девчонками гулять. Потому что, я уже говорила, собаки пачкают. Вот. На спортивный костюм. Сверху одела. Тёпленько, хорошо. И всё прикрывает. Всё, что нужно. Жилетка очень понравилась. И она не сильно объёмная. Что тоже мне не нужно было. Вот. И не сильно такая. Ну, в общем, класс. Мне очень нравится. Буду с девчонками гулять. И мне будет тёпленько, хорошо. Так. Теперь следующее. Это вот эти брюки. И кофточка. Кофточка мне очень нравится. Вот этот фасон. Мне безумно нравится. Единственное, что надо было всё-таки мне что-то такое. Поярче или посветлее заказать. Вот. То есть она, ну, такая темновато, мне кажется, для меня. Но я её носить буду. Потому что она тоже приятна к телу. Здесь такой, видите, прямой крой, да, получается. И вот такая длина. Рост у меня метр шестьдесят пять. Брюки мне идеальны. Вообще. Просто. По длине. По всему. Я думала, что я не влезу в талию. Но нет, девочки. Всё сидит хорошо. В талию тоже я влезла. Они тянутся немножко. То есть получается здесь в обтяжечку. И дальше идут вот такие вот расплешённые. Мне кажется, с моей фигурой как раз-таки вот такие брюки хорошо очень смотрятся. Или что-то объёмное вот здесь вот. В общем, супер. Брюки классные. И я бы их всё-таки... Наверное, сюда надо было светлую такую. Какую-нибудь кофточку посветлее, да. Что-то беже... Ну, не беженькое. Ну, в общем, светленькое. Беленькое такое. Леопанчик мой. Вот. Но брюки вот эти вообще очень крутые. Мне очень нравится, как и сидят, и качество. И они немножко тянутся. То есть очень удобные, комфортные. С высокой талией. То есть здесь всё прикрыто. Всё, что нужно. В общем, супер. И также хорошо, кстати, это всё будет смотреться вместе вот с этой курточкой. Да. То есть зелёный цвет сюда. Да, коричневым тоже супер будет смотреться. И брючки такие широкие. И курточка. В общем, супер. Мне очень нравится. Вот это платьица, которое мне очень нравится. Девочки, вообще вот просто безумно нравится это платье. Во-первых, оно очень приятное к телу. Такой материал сделан очень приятный к телу. И плюс оно вот... Ну, мне идёт вообще такое вот, когда юбка именно такая более пушистая, скажем так. В общем, вот такое вот платье. Ну, куда-то, знаете, сходить там в гости или ещё что-нибудь. Причём в этом платье можно хорошо, вкусно поесть. И это не будет сильно заметно. Вот такие вот рукава. У меня рост метр шестьдесят пять. Я сейчас без обуви, без всего. Не знаю, надо поиграться. Ну, мне кажется, можно там пальто и сапоги. Или, например, просто какие-то грубые ботинки и косуху кожану. И будет отлично смотреться. Вот, обожаю вот такие рукава. Но я уже говорила много раз. И вот эта вот юбка очень приятная к телу. Здесь вот застёгивается. И размер я угадала. То есть, в принципе, плюс ещё тянется. Вот это всё дело. То есть, мне кажется, подойдёт на любую грудь. Потому что вот здесь вот тянется. Ну, и плюс так под горлышко. В общем, всё, как я люблю. Очень мне нравится платьица. Очень симпатичная. Оно вроде икрой простой, но прикольно смотрится. Ну, и цвет, конечно же, обалденный. Так, теперь вот это платье. Смотрится оно вот таким образом. Но на фотографии было у девушки вот здесь вот чёрный такой пояс был одет. И я хочу так же. Сейчас я его одену. Но вообще оно вот такое вот полностью прямое. И мне очень нравится расцветка. Опять же, я его постирала. Его не перекосило никуда, ничего. Рукав. Рукав вот такой вот длины. Вот. Так что, в принципе, оно очень даже неплохое. И вот такой длины. Я его одела с ботинками вот таким. Мне кажется, будет классно смотреться. Правда, я не одела, девочки, эти колготки. Мне, честное слово, линиях одевать. Вот. Сейчас я одену поясок, и будет уже понятно. Девочки, сейчас всё обыскала. Не нашла чёрный поясок. Но я думаю, понятно. Я ссылочку. Джукси моя. Вот. Я ссылочку оставлю. Там посмотрите. С пояском вот так вот намного лучше. И ещё это платье можно одеть с чёрной кожаной курткой. Тоже вот такой вот, да, например. Или вот такой. Будет классно смотреться. Именно вот с такими ботинками мне очень нравится, как смотрится. Вот. В общем, вот такое платье тоже очень классное. Здесь вот горлышко. Видите, подол ровный, прямой. И ничего не перекосило, ничего. В общем, классное платье тоже мне очень нравится.